Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поделиться средствами ухода за новорожденным. А кто не знает, 18 августа у нас родилась вторая доченька, и вот чем мы пользуемся для ее ухода. И давайте я начну именно со средств по уходу за пупочной рамкой. Это вот такая у нас перекись водорода, обыкновенная. Вот, у нее вот такой удобный колпачок, для того, чтобы много ты этой перекисью получается не нальешь, ребенка не зальешь, очень удобно. Вот такая вот она у нас небольшая. Далее, зеленка от компании Леккер. Эта зеленка, она с кисточкой. Получается тоже очень удобно, кисточка влажная, аккуратненько мажешь ей пупочек, и ребенка не испачкаешь, ничего не случится. Очень удобно, в отличие от обычной зеленки, которую нужно открывать. Все грязно, это просто ужасно. Вот эта штука просто спасала, очень выручала. Далее, ушки, носик, чем мы обрабатываем, наверное, сначала. Для носика я использую вот такие влажные ватные палочки. Это от компании Pigeon, они с рождения, они пропитаны маслом. Палочки, видите, вот они такие тонюсенькие, тонюсенькие, но очень удобно обрабатывать. Маленький детский носик, очень классный. И вторая ватная палочка, тоже для носика, которую мы используем, это вот такие от компании BabyLine. Они тоже очень тоненькие, но спиральные, вот тоже очень хорошо помогают нам. Далее, из ватной продукции вот такие у нас еще есть ватные палочки. С ограничителем, тоже от компании BabyLine я использую. Это для того, чтобы промокать ушки после купания. И далее у нас идут ватные диски. Ватные диски у нас идут вот такие кругленькие, ими я протирала глазки. И сейчас иногда протираю. И вот такие ватные диски нам очень хорошо помогают протирать лицо. Я ими первое время ноченьку умывала. И сейчас, например, когда она кушает, бывает ручка спачкает смесью, чтобы она не была липкой. И вот я вымочу вот такой ватный диск большой, и очень хорошо им протирать лицо ребеночка намного удобнее, чем он такими маленькими. Поэтому тоже очень классная штука от компании Mazerge. Я их как-то показывала, те и другие в обзоре на детские покупки. Так, далее в носик мы капаем вот такие капли. Это именно капли Aquamaris. Деткам до года не рекомендуется использовать спрей, поэтому только капельки. Вот мы используем капельки. Дальше, вот подгузник. Если нет никаких проблем, то используем вот такой крем от компании Mustela. Если же проблемки есть, то вот такой дистинт крем очень хорошо помогает, точно спасает. Для подстригания ноготочков детских использую вот такие вот ножнички от компании Pigeon. Так, дальше. Подгузники, как и планировала, использую в компании Meris. Мягкие, очень удобные, очень классные. Вот мы их используем, я их просто обожаю личные. Вот, и детские салфетки мы используем от компании Lippo Meris, Lippo Piper, в зависимости от того, что есть. Дальше, теперь средства купания. Так, сначала для подмывания я использую просто обыкновенный вот такой Мое солнышко крем-гель с депантенолом. Очень классная штука. Использую его с роддома. Очень хороший, использую за старшей дочкой, пользуемся до сих пор. Дальше, просто гель для купания младенцев мы используем от компании Natura Siberica. В принципе, у нас всяком, почти вся уходовая косметика за дочкой, это Natura Siberica. Вот такой детский гель, он с рождения, для купания. Он органический, без ССС, парабенов и прочего. Для мытья головки, ой, упала, используем вот такой детский мягкий шампунь для самых маленьких. Тоже им и мам головку, и старшей дочке, и младшей тоже очень клевые. Дальше, вот такое молочко. Молочко просто шикарное, увлажняет, идеально. Я использую и себе его пользуюсь, и дочке. После она у нас осталась немножечко незрелой, недоношенной, в 37 недель. Соответственно, кожа была вся шелушащаяся, очень сухая. Используя вот этого масла, просто вообще кожа идеально гладенькая, мягкая, увлажненная, супер средство. Обалденное от Natura Siberica. Для массажа я использую, опять же, от Natura Siberica вот такое детское масло для массажа, тоже очень хорошее. Им буквально вот немножечко наносишь на руки, и очень долго руки такие, ну, действительно промасленные, очень удобно им делать массажик. И еще есть у нас вот такое вот масло, тоже Natura Siberica. Но вот его как раз-таки я вообще не поняла. Оно очень быстро впитывается в руки и в кожу. Особое увлажнение оно не дает, я вообще не заметила. Сначала пыталась увлажнять кожу дочке именно маслом, но эффекта вообще не заметила. Для массажа оно тоже не подходит, потому что впитывается очень быстро, и руки становятся сухими. Поэтому, в принципе, его я практически никак не использую. Для увлажнения использую именно молочко и для массажа вот такое вот масло Natura Siberica. В принципе, это вот и все наши уходовые средства, которые я использую по уходу за младшей доченькой. Мне они все нравятся, все им пользуются, мне очень удобно. Поэтому всем могу смело порекомендовать, что вот мы используем. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok